Всем здравствуйте! Сегодня рубрика планы на неделю. Планы на неделю будут очень интересными, продуктивная неделя у нас должна получиться. Мы вам покажем, что мы будем шить, из чего будем шить. На все ткани, которые сегодня мы будем с вами рассматривать, ссылочки как всегда оставим в описании. Есть у нас и изделия, которые мы будем поготовые выкройки шить и будут изделия, которые мы с вами будем либо моделировать, либо строить сразу на ткани и будем спрашивать вашего совета. Посмотря вот так вот на ткани, могу сказать однотонная неделя. То есть здесь у нас будет все в однотонных тонах. И первое, с чего я вам хочу показать, вот такое вот платье замечательное, очень интересное. Будет красивая посадка по линии талии. Вот здесь вот все это выточки. Шить будем по готовой выкройке из интернет-магазина Шкатулка. Ссылочку на нее тоже оставим в описании. Как вы видите, я выкройку уже вот распечатала, подготовила для того, чтобы склеить и взять в работу. Шить мы будем с вами из костюмки из интернет-магазина Атлас. Ну, хочу сделать в черном цвете и здесь добавить красивые интересные пуговицы, которые будут украшать. Кстати, скоро совсем у нас будет по пуговицам, по фурнитуре. Обзор нашла очень интересный магазин. Значит, это костюмка мягкая, она не толстая, немножечко растягивается, цвет черный. Обращаю ваше внимание, смотрите, какой крой здесь будет интересный. Цельнокроеные. Мы с вами зашиваем вот эти вот выточки по спинке спереди и по рукаву. Какая будет посадка, конечно, все увидим. Ну, то есть, я имею в виду, что платье внешне очень интересное, а вот как оно на мне будет, естественно, все-все с вами рассмотрим. Следующий вариант платья. Здесь у нас такой розовый, сухая роза, можно сказать, оттенок. Будем сшить из тоже немножко стрейчевая ткань. Это катон у нас или джинс. Ну, не помню, честно говоря. Посмотрим, как называется. Оттенок модный, красивый. И платье. Значит, платье, смотрите, здесь будут всевозможные линии, которые придадут интересность нашему платью. Сделаем с вами рукав полуреглан. Трапециевидное платье. Для тех, у кого широкие плечи, это прекрасное решение, потому что плечевая линия будет казаться намного уже. Кокетка, шов посередине переда, по спинке тоже можно повторить, можно нет. И вот так мы с вами интересно выполним рельефы. При этом рельеф мы можем как сводить в одну линию, так и, допустим, сделать какой-то отступ. Это уже не столь важно. И хочу сделать здесь еще карманы. Карман будет с листочкой, но этот карман мы с вами сделаем прорезной, такой цельнокроеный. Хочу снять по нему мастер-класс, потому что он очень простой в исполнении, но прекрасно будет смотреться. Я думаю, что потом вы будете использовать его уже неоднократно. Подойдет ткань прекрасная и для лета, для начала весны, для начала осени, вернее, для конца весны и для начала осени. Вот у нас замечательный еще трикотаж, тоже очень такой модный, классный. Сейчас из трикотажа шьют, ну, из подобного трикотажа шьют костюмчики, костюмчики, брючки. Можно использовать и для пошива платьев, и для гольфиков, и какой-то свитшот, лонгслим и так далее. Это у нас трикотаж из интернет-магазина Тори Ткани. Также прекрасно подобрано Кашкарсе, тоже из магазина Тори Ткани. И в костюмчик хочу я сшить все-таки не брючный, а с юбкой. И, как видите, много-много пуговиц здесь у меня и на рукавах. Я хочу здесь сделать складочку. Складки будут по рукавам, украшаются декоративно пуговицами. То, что я вам говорила, скоро будет обзор. Поэтому пуговиц мне не жалко. Карманы накладные и сама верхняя часть, то есть сам лонгслим, я не буду делать его длинным, ну, так, чтобы у меня вот прикрывался поясок, но при этом, чтобы были видны карманы и вход в карманы. Я думаю, что карманы вот здесь вот уместно сделать накладными. Пишите ваше мнение. Юбку можно сделать с разрезом. Можно, конечно же, сделать на подкладке. У меня вот и ткань есть такая для подкладки. Я нашла, ну, тоже, я думаю, что она хорошо подойдет. Поэтому откладываю замечательный трикотаж в сторону. Кстати, по костюму хочу задать вопрос. Этот костюм мы с вами можем моделировать, а можем сделать построение сразу на ткани. Пишите, пожалуйста, что вас интересует больше, что бы я тоже знала и могла брать в работу. Следующий трикотаж, который мы с вами рассмотрим, это двунитка. Все-таки ближется к нам весна, уже теплые денечки появляются и солнечные. Прекрасная двунитка подходит для пошива спортивной одежды. И, естественно, эта двунитка, она очень комфортная, имеет растяжимость по долевой, по поперечной, что нам добавит еще комфорта. И поскольку для спортивной одежды, конечно же, спортивный костюм. Это двунитка из интернет-магазина тканюшка. Также ссылочка есть в описании. И теперь обращаю, вот здесь вот прям закрываю вот так вот, да, но это будет дополнение. Значит, я планирую шить и показывать вот мастер-класс вам по вот этому изделию. Значит, это будут брючки и будет вот такая вот блуза-футболка. Здесь планирую сделать какую-то интересную наклейку. Возможно, дополнить какие-то детали, ну, может быть, какой-то рельеф вот здесь сделать. И здесь, например, вшить какую-то тесьму красивую. Также я, ну, хочу сделать костюм в стиле спорт, шик. И вот у меня есть вот такая вот сетка. Она как бархатная немножечко. Я хочу ее вставить вот сюда на рукавчике. Пишите ваше мнение, как будет смотреться, как вы думаете, и рукав делать рукав, реглан или вточной. Значит, что я хочу? Вот я нарисовала рукав-реглан. Значит, где-то он будет у меня вот здесь вот сшиваться. И хочу вставить вот такую вот сетку. Именно вот здесь вот на рукавчике будет, думаю, красиво. Дальше манжет. Вместо манжета или вот здесь вот по манжету можно тоже, например, пришить какую-то тесьму с надписями, да, и повторить, ну, допустим, одну и вторую часть, чтобы все это совместить в такой, в единый костюм. По линии низа можно вставить шнурочек, можно сделать манжет. Это уже детали, которыми мы можем дополнять, либо не дополнять. И еще у меня здесь три метра этой ткани. Значит, вот это я все буду показывать. Вот здесь выточку, наверное, сделаю для себя, потому что мне так будет комфортнее. И хочу потом дополнить вот такой вот спортивной кофтой, чтобы можно было надевать, если прохладно, набросил кофту и уже такой костюмчик-троечка. Тоже будет замечательно. Сама спортивная кофта, которую я вам показывала и предварительно закрывала рукой, не входит в планы на эту неделю, потому что я просто не успею. Но это как бы на будущее и забегая наперед. Теперь вот здесь, где я вам показывала вставки, которые я хочу сделать, и сетки. Здесь можно поступить абсолютно по-разному. Использовать другую ткань, которая будет интересна. Использовать кружево, использовать гипюр. Да все, что угодно. Другую какую-то сетку. То есть вы можете вот эти вот варианты обыграть по-другому. Взять даже какую-то тесьму нашить. Либо ничего не нашивать, просто сделать обычный рукав. Здесь уже дело каждого фантазии. И если вы шьете, у вас какие-то кусочки, я думаю, найдутся и гипюра, и чего-то там еще. Пишите ваше мнение. Значит, по спортивному костюму, вот рукав реглан или вточной, и как вы считаете, с сеткой как будет смотреться. Также по костюмчику, который мы будем шить из трикотажа, очень модного цвета хаки с пуговицами. Это будет у нас все-таки моделирование или построение на ткани. Ну и жду ваших комментариев. Возможно, вы что-то где-то нам дополните и добавите.